Хорошо, Серёж, а как ты считаешь, можно ли как-то образовывать молодёжь музыкально? Конечно. Ну, чтобы их вкус повышался. Конечно. Что нужно, например? Слушать лекции и внимательно Михаила Семёновича Казинника. Это кто? Расскажи. То есть я знаю, но ты расскажи зрителям. Это величайший, на мой взгляд, я считаю, педагог, музыкант, популяризатор классической музыки. Он разработал собственный метод обучения детей. Вот есть школа Михаила Казинника. Какой-то волновой метод специальный. Он соединяет музыку, предметы разные. В общем, это гениальный абсолютно человек, который раскрывает смыслы в такой достаточно увлекательной игровой манере в его. Он очень светлый человек, на самом деле. Если будет возможность, посмотрите обязательно. Раскрывает те смыслы в литературе и в музыке, которые закладывали туда авторы. Потому что мы в школе, как правило, это проходим. То есть проходить, это значит проходить мимо. Мы не изучаем то, что, как, должным образом, как это должно изучаться. Ну, я к примеру привел, что можно послушать Михаила Семеновича Казинника. Аня, как у тебя с лекциями, Михаил Семенович Казинника? Ну, пока никак. Очень рекомендую. Но с завтрашнего дня обязательно. В наушничке. Слушать классическую музыку, читать классическую литературу. Вот, чтобы я порекомендовал молодежи. И мы придем, Сережа, проверим. Учти. Хорошо. Прямо к вам туда. Ждем в гости в DreamTimes. В TikTok House, да. Прямо к вам туда.